Доброго времени суток, дамы и господа! Меня зовут Хальди и сегодня мы начинаем прохождение новой игры, которая называется This War of Mine. Я подумала, что игра про уживание, про борьбу за жизнь, это подходящая альтернатива прохождению про свидание с голубями. И я вспомнила, что эта игра у меня лежит довольно давно. Сегодня я ее первый раз запустила, быстро глянула настройки, примерное управление. Она мне показалась интересной. Насколько я понимаю, в ней будет не особо много сюжета, скорее именно про выживание, про такие вещи. Поэтому я решила попробовать, насколько оно хорошо будет смотреться как прохождение на канале. По крайней мере, мне такие игры нравятся, если я пойму, что это слишком... игра слишком ориентирована именно на одного человека. Буду записывать для себя, но пока можно, я думаю, записать пару серий для канала. Тут уже мне предлагают выбрать разные команды, с которыми ты начинаешь игру. У меня выпала именно вот эта команда, Павло, Бруно и Марко. Я ее выберу еще раз, потому что я с ними начала. Давайте уже продолжим. Почему бы и нет. День первый. Выглядит она очень классно, стильно. Вот это все черно-белое, вот этот вид дома, который мне тоже очень напоминает геймплей игры Tuk-Tuk-Tuk. Когда-нибудь я ее тоже обязательно запишу. Про Sacrifice, кто меня спрашивал в комментариях, я помню уже. Ищу диск, потому что я хочу именно опять записывать старую версию с ужасным пиратским переводом, потому что, ну, она мне очень нравится. Так, ну, по расположению дома, по-моему, все то же самое, что было при первом запуске. Сколько времени уже длится эта блокада? Трудно сказать, когда каждый день идет борьба за выживание. Город наводнен снайперами. Почти каждую ночь город обстреливается из артиллерии. Телефонная связь не работает, не хватает еды и лекарств. Многие жители остались без дома. Бруно и Марко были старыми приятелями, поэтому, когда началась война, они решили держаться вместе. Они повстречали Павла, когда искали провизию. Павла, в прошлом звезда Погоринского футбола, теперь была лишь одним из множества бездомных. Они решили держаться вместе, надеясь на лучшее. Так, насколько я знаю... Переключения между персонажами... Насколько я знаю, тут нужно успевать делать все за день. А ночью начинается самое интересное и опасное. Ночью начинается вылазка... Ой... Вылазка за продуктами, материалами и всем остальным, что можно награбить в городе. Так, компоненты. Различные компоненты для изготовления чего угодно. Гвозди, скотч, пластиковые контейнеры, обрезки и так далее. Ага, взять все это? Взять все. Так, чистая вода, относительно чистая вода. Нужна для перегонки спирта, но это самое главное. И приготовления нормальных блюд. Доски, электрические детали. Понятно, все для крафта. Бруно у нас хороший повар. Павла, быстрый бегун. Так, они друзья. Первые два друзья. И Марко, опытный добытчик. Кстати, единственный, кто полностью здоров. И чего ты на стуле тогда сидишь? Раз полностью здоров, иди разбирай завалы. Так, Бруно хороший повар. То есть он у нас будет... Если этот бегун, этот добычек, то этот у нас будет, так сказать, мозгом. Кровать. Изготовить кровать позволяет нормально спать, не страдая от боли в спине. Но мы ее сейчас не можем сделать. Простой обогреватель позволяет нам обогревать жилище, чтобы не заболеть. Вот это точно надо будет сделать. Мы можем готовить для него топливо, используя доски, книги и различные компоненты. Радио. Было бы здорово иметь возможность слушать новости и прогноз погоды. Мы могли бы подготовиться к трудностям, если бы знали о них заранее. Когда новостей нет, мы можем слушать музыку, чтобы поднять себе настроение. Да, я, кстати, слышала, что в этой игре очень остро стоит проблема хандры, депрессии, всяких таких вещей. Значит, будем придумывать какие-то развлечения. Так, вот за вами глаз да глаз нужен. Вот только отпустишь его, и он уже идет и садится, лучше бы что-то полезное сделал. Так, сырая еда есть можно, но в вареном виде она будет более питательная. Ей еще, наверное, в сыром виде можно отравиться или что-нибудь такое. Различные травы, которые можно использовать для приготовления травяных медикаментов и самокруток. Я так понимаю, что, в принципе, если начать из воды гнать алкоголь, а из травы крутить самокрутки, то как бы это будет очень веселое, но, наверное, недолгое прохождение. Я не очень хорошо себя чувствую. Кажется, у меня жар. Так, ладно. А кровати у нас нету. Давайте сделаем ему кровать. Мы же можем ее сделать? Нет, еще не можем. Так, ну, извини, чувак. Тогда давай ты не будешь, наверное, разбирать мусор, а ты просто... А тут везде мусор тут. Нельзя просто так взять и не разбирать мусор. Где-то стол еще можно обыскать. Нам бы найти досок, сделать кровать, его уложить спать, и ночью бы он у нас пошел за добычей. Нет, он у нас быстрый бегун, добычек вот этот. Это очень хорошо, что добычек у нас самый здоровый. Так, давайте тогда по очереди все будем что-то делать. Мне не очень хочется посылать больных и легко раненых. О, ты уже расчистил, молодец. Я просто волнуюсь, что во время разбора завала, наверное, есть какой-то шанс, что там кто-то что-то себе на руку уронит. Или там молотком руку перешибет. Вот у нас, кстати, теперь есть материала, достаточно для кровати. Так, это кто-то-то? Ты куда пошел? Просто царапина, но болит. Я все понимаю, но сделаем кровать, и будете на ней отдыхать по очереди. Притащите на пустое место. Так, где у нас будет спальня? Я считаю, что, наверное, лучше делать спальню под землей, потому что тепло идет, нигде не продувает ничего. Ну, мне это кажется, потому что тут везде дыры. И как-то безопаснее будет. Если кто-то будет вламываться в дом, то, ну, не знаю, мне будет как-то спокойнее, если у них кровати будут внизу стоять. Например, первая кровать. Ну, пусть здесь будет хорошо. Так, я смотрю, у нас тут много свободных людей. Иди тогда разбирай вот этот завал, а ты проверь, что в домике. Хотя, наверное, тут будут сейчас какие-нибудь детские игрушки или что-то около. Вроде того. Так, трава, отмычка, одноразовый инструмент. Одноразовый это печально. Так, и что тут у нас будет? В этом домике на дереве играл какой-то юный изобретатель, судя по содержимому. Ну, я не против, да. Лучше, чем игрушки. По крайней мере, сейчас. Так, иди разбирай этот завал. Ааа, слегка болен. Иди, спи на кровати. А ты... Черт, он легко ранен. Даже не знаю. Ну, взломай дверь пока. Я надеюсь, все умеют пользоваться тут отмычками. Он просто такой, правда, он так похож на повара. Секунду, а может быть... Подожди. Я что-то не сразу увидела эту лестницу. Может быть, тогда не разбирать этот завал? А, тут тоже нужна отмычка. Ну, хотя, разбирай. Я просто подумала, если, например, со стороны этой двери кто-то будет залезать, то этот завал бы его остановил. Но если тут есть просто проход поверху, то пусть и разбирает. Так, все заняты делом. Где-нибудь бы еще на самом деле... Ага, так, некоторые мысли. Наше убежище отвратительная, унылая дыра. Нам нужно его улучшить. Мы работаем над этим. У нас только один стул. У нас есть одна кровать, но ее не хватает. На холодном бетоне неудобно спать. У нас нет радиоприемника, мы не знаем, что происходит в городе. Нам очень не хватает книг. Хорошая книга могла бы помочь нам забыть об ужасах войны. Жить тут почти то же самое, что жить на улице. Нам не хватает сигарет. В стенах нашего жилища много проломов. Здесь небезопасно. Мы должны постоянно быть на чеку. Я поняла. Тут бы где-нибудь еще, вот кроме этих карточек, видеть... О, слегка болен, приходит в себя. Это потому что он спит? Это отлично. Где-нибудь бы видеть конкретно, что им нужно. В плане, там, кому сигареты, кому косяк, кому самогон. Кто музыку хочет послушать просто. Возможно, это будут все писать, но... Немного малой информации как будто. И какие-нибудь бы еще показатели вроде, там, голода... Не, как-то сказать, усталости. Меня немножко волнует, что он сейчас сказал, что у него легкое кровотечение, потому что в прошлый раз он сказал, что у меня маленькая царапина. Я надеюсь, у него там ничего не расходится. Так. Это, наверное, апнуть верстак можно, да? А нам не хватает только одного, вот этой одной финтифлюшки. В принципе, всего остального у нас много. Можно, наверное, даже что-нибудь... Печку надо сделать. А насколько хватает печки, насколько комнат позволяет обогревать жилище. Можем готовить для него топливо. Ну, если он называется простой обогреватель, наверное, если мы апнем верстак, то... Обогреватель будет там лучше какой-нибудь. О, это что-то с водой связано. Коллектор дождевой воды. Простое устройство для сбора и фильтрации дождевой воды, которая важна для приготовления еды и перегонки алкоголя. Имеет смысл смастерить парочку. Ого! Три детали. Так-то дофига. Примитивная плита. Дешевая и просто топливо. А на печке нельзя готовить? Непонятно. Так, слесарный верстак позволяет нам делать инструменты, такие как лопаты для расчистки завалов, ломы для взлогмывания дверей и ножи для самообороны. Улучшив его, мы можем изготавливать более сложные инструменты и даже чинить огнестрельное оружие. Давайте вот это сделаем. Давай его поставим где-нибудь вот рядом с этой штукой. Не, это как-то... Ну, хотя, давай здесь. Чтоб далеко друг от друга не ханить. Надеюсь, улучшенный верстак, он будет на месте прежнего, а то так места не хватит. Кстати, они там что-то говорили про то, что у них одна кровать. Они эту имели в виду или у них где-то еще есть? Ну, я так не вижу. Так, Груно, ты разобрал, да? Как-то ничего у нас в ящике. В шкафу, точнее. А, ну инструменты у нас сейчас будут. Подождите, 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 подождите. Так. А, отмычки можем делать. Вот тут тоже много деталей уходит. Так, самодельный инструмент, позволяющий взламывать двери. Делает свою работу медленно и шумно. Но он не одноразовый, я правильно понимаю? Лопату не обязательно делать, мне кажется, потому что они и так хорошо разбирают завалы ручками. Так, бывший кухонный инвентарь, ставший опасным оружием ближнего боя. Это что такое? Оружейные детали у нас вообще их нет. Так, сделай лом, наверное. А, лом и отмычка это одно и то же. Ну, в смысле, я понимаю, что он делает медленно и все остальное, но... Ночь. Но зато дома, если... Ну, все, что осталось, у нас еще много осталось невскрытого. Можно не тратить отмычки, а делать это все ломом. Так. Наше убежище, заброшенный дом. Семья забаррикадировалась в доме, но грабители все равно сумели туда вломиться. С тех пор дом стоит заброшенный. Тем не менее, мы можем найти там полезные вещи, которые пропустили или оставили грабители. Немного еды, огромное количество материалов, много лекарств, оружия и запчастей. Разрушенная вилла. Говорят, что здесь живут какие-то люди, выжившие непонятно как. У них должны быть запасы тушенка, возможно, биты и медикаменты, но меняться они не будут. В самом крайнем случае, мы можем попытаться обокрасть их. Тихий дом. Жилой массив, который остался практически нетронутым. Это тихий район, застроенный небольшими домами с крылечками и садами. В большинстве домов до сих пор живут люди, пытающиеся вести нормальную жизнь. Нам здесь нечего делать, если мы не готовы воровать. Ну, если есть заброшенный дом, то зачем воровать у тех, кто живет? Они же тоже выживают, в конце концов. Я не хочу быть, по крайней мере, пока бескрайне нужны грабителям. Так. Давай тогда Бруно будет... Ну, вот это точно пойдет на разведку Марка. У него почему-то стоит спать, а у этого добывать. Ну, игра... Не обманывай меня. Он пойдет добывать. Легко раненый будет спать в кровати, а слегка болен будет просто спать. Вот тут еще много лекарств. Я надеюсь, что что-нибудь найдем. Так. В рюкзак мы ничего не будем класть. Пойдем. Ну что, первая вылазка? Надеюсь, тут кроме меня желающих поворовать не будет. Должно быть, грабители спешили, многие вещи остались нетронутыми. Это что такое рюмашки? А, пустые гильзы. Так, пустые оболочки из-под гильз. Из них можно сделать патроны для оружия. Давайте пока это не будем брать, потому что оружия у нас нет. Граффити-снайпер прямо тут сидел. Ну, я надеюсь, что этот снайпер уже ушел. И мы еще стали издавать шум. Похоже, нас могут засечь. Так, это что такое? Порох. Для изготовления боеприпасов и псорвчатки. Надо будет аккуратно идти. В принципе, если есть... О, это прямо как в бихолдере, да? Да. Можно подсматривать. Ну, никого нет. Открывай. Что значит, она не поддается? Сюда ты можешь спуститься? А тут-то мы и не посмотрели. Но тут-то нельзя было никак посмотреть. Еще такая музыка нагнетающая. Мне что-то не по себе немного. Так, бери все. Тихо, 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 тихо. А я не пойму, а... Ладно, бери все. Отлично. Наверное, нужно будет в ту кучу скинуть патроны. Если вещи сохраняются. Так, 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 так. Я это видела. Я это видела. Я не знаю, что это значит, но мне кажется, что это шум, который кто-то издает там. Я вообще... О, детали. Это надо. Я вообще не хочу ни с кем пересекаться сейчас, поэтому... Тихо. Так, сюда же. Берем. И уходим. Уходим. Я не хочу знать, кто это. Мне неинтересно. У нас нету никакого оружия, ничего. Хотя, подождите. Хотя, подождите. У нас вот время только четверть прошло. Если кто бы там не ходил, он куда-то уйдет. Например, наверх. Мы его, кстати... А, нет. Вот он по-прежнему тут. Тихо, 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 тихо. Может быть, что-то интересное найдем. А, вот оно. А это кофе. Многие пьют кофе, чтобы найти в себе силы пережить еще один день. Его ограниченная доступность во время войны делает его крайне ценным товаром. Давайте, наверное... Знаете, как сделаем? Я надеюсь, игра останавливается, пока мы ищем. Мы возьмем оружие. Это что такое? Самокрутка. Ой, это тоже, наверное, ценное. Хотя нет, тут не написано, что это ценное. Давайте скинем досок немножко. И возьмем кофе. Потому что, если что, его можно будет обменивать или продавать. И самокрутка, удобрения, органические отходы, которые можно использовать для выращивания трав и овощей на грядках. А также как приманку для мелкой жирности. Так, ладно, давайте пока все. Нам не хватает чуть-чуть для оружия, но... Но это уже, как бы, не проблема. Точнее, не то, что не проблема, меня просто очень волнует этот человек, который там ходит. Может быть, мы его увидим, кстати. А! Это крыса! Это же крыса. В смысле, нет, я понимаю, что это крыса, а человек не мог уйти просто наверх. Сейчас проверим, если она... Если звук все время... Да, это крыса. Ненавижу крыс. Я была уверена, что там какой-то человек вроде нас ошивается. Тогда давайте обыскивать. Возможно, мы найдем еще кофе или еще оружие. Так, нет. Это мы все видели. Картина? Семейная фотография родителей и двое дочерей. Хорошо, что девочки не были похожи на отца. Он похож на медведя. Я не помню, там нам говорилось, что случилось с семьей в этом доме заброшенном. Я помню, что туда пришли грабители, они убили семью или семья успела убежать. Вот так. Блин, тут хоть все убери. Давайте возьмем еды. Это просто с таким звуком она падает в рюкзак, что мне на секунду показалось, что он ее ест. Я испугалась. Потому что еды, по-моему, мы дома нашли только один кусок. По крайней мере, в том, что успели разобрать. Тихо, 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 не шуми. Ужас какой. По крайней мере, пока у нас нет какого-нибудь оружия. Так, записка, в которой сказано. Первый день они нас ограбили. Два дня спустя они убили наших девочек. Я перестрелял их всех, но больше не хочу брать в руки пистолет. Я сломал его и закопал в саду. Следующая часть написана дрожащей рукой Если это кто-нибудь читает, не ищите меня Понятно Действительно, не очень весело Так, игрушка Сломанная игрушка Эта игрушка знавала лучшие дни Теперь она сломана, но в свое время Она принесла немало радости своему владельцу Пусть остается где лежит Так, открой дверь Ага, у нас нечем открыть дверь Так, крыса, ты меня больше не напугаешь В следующий раз просто нужно Сделать все-таки отмычку И вскрыть этот замок Так, надо запомнить Что в саду где-то тут закопан пистолет Господи, ну ты ж помнишь, как мы заходили Где-то закопан пистолет, его надо будет найти Возможно, для этого и нужно будет сделать лопату На верстаке Вернуться и откопать А пока мы Или мы сейчас ее можем Это Тут как-то вообще помеченное место, где надо копать Может быть он это имел ввиду? Хотя не, вряд ли Мне кажется, что тут игра по идее По идее должна как раз давать возможность Ну, познакомиться с оружейной боевой системой И должен быть именно пистолет Может быть без боеприпасов Но такой, рабочий Привет Посмотрите на все эти вещи Вот каждую ночь бы так Ну, посмотрим Интересно, а дальше будет Как бы-то сказать Больше лута или меньше Я не очень хорошо себя чувствую Кажется, у меня жар Слегка болен Легко ранен Нам повезло, что здесь не холодно Да? Даже без печки не холодно, как скажешь И мы не нашли медикаментов А там же на карте вроде Вроде писали, что Что будет там много еды Много материалов Материалов реально много И будут медикаменты Странно, но ладно Так, давайте улучшим верстак Сделаем сегодня кровать Сделаем плиту для готовки Раз им не холодно, то То значит они пока без печки будут Так, это у нас повар Это холодильник Из него можно есть Надо сделать плиту Ну, это не рабочая плита А вот тут медикаменты Отопряжаются Понятно Работает за верстаком О, слушай Пойди пока сделай лом Он наполовину сделан Так, а ты У нас будешь делать О, кресло Можно сделать Зашибись Грядки для трав Грядки для трав Микстурный стол Самогонный аппарат Ну, это главное Ну, это главное Капкан для небольших животных Так Сделай нам плиту Сделай нам плиту, пожалуйста Давайте готовить будем Где-нибудь вот На втором этаже Рядом с холодильником А, в бочок нельзя никак Поставить Ладно По центру комнаты Так, ничего себе Ты подорвался Вот это я понимаю Человек Соскучился По горячей еде Ну, я не могу вас ждать Мне кажется Даже днем Время идет быстрее А может не быстрее Так Ну, время летит Как стрела Как муха времени Которая любит стрелы Не спрашивайте Что это значит Так Марка спит А Павла у нас Доделал лом Вскрывай Не-не-не А У нас слом Делал Бруно О господи Я бы что-то подумала Что Бруно готовят Это я понимаю Как сказать Привязка к профессии Я заболеваю Надеюсь Ничего серьезного Я тоже надеюсь Но пока Тебя нечем лечить Так Нам надо сделать Тупливо Ну, тупливо Легко делается Давай пару Сразу Так А что у нас В ящике А ты еще не вскрыл Господи Все заняты делом Вы отдыхали ночью А он работал Поэтому сейчас Обязанности Перераспределены По-другому А вот и лекарства Они мерзкие на вкус Но способны Способны спасти Жизнь больному Они от ран Вопрос Или от болезней Хорошая книга Поднимает настроение Чем их у нас больше Тем лучше В тяжелые времена Мы можем использовать Их как топливо Хороший вопрос А Скорее всего Ранение Будет лечиться Бинтами А это Будет лечиться Лекарствами Хорошо Что у меня Есть книга Ну Здорово Ну-ка Бахни Антибиотик Слегка болит Под лекарствами Наверное Мне уже скоро Станет лучше Я очень надеюсь Люди сейчас Нервные И подозрительные Ты куда встал? А Он голоден Хорошо Иди Поешь Так Бруно Ты иди Готовь Господи Попугай Заговорил Как не вовремя Лучше бы он Под Hot-o-ful Бойфренд Начинал комментировать Так Ну ты тогда Иди Отдыхай На кровати Так 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 У нас опять А нет Топливо есть Это Вареная еда Но Нужны овощи Ничего себе Какая Вода уходит Так Сделай Но Следующее Что мы сделаем Это Сборщик Сборник Как-то правильно Называется Ну Конденсатор Для дождевой воды И у нас Не хватает Материалов Так Я закрыла Дверь Попугая Не знаю Насколько Это поможет Но Надеюсь Сего будет Слышно Чуть меньше Я не очень Я не очень хорошо Себя чувствую Кажется Меня Знобит Все еще Голоден Ну Съешь еще Не-не-не Подожди Подожди Я в них Запуталась Так Ты у нас А Мы хотели Сделать Конденсатор У нас Нет Материалов Так А еще Что-нибудь Можно Приготовить Хотя Знаете Давайте Тогда Подождем Пока Не будет Овощей Потому что Не очень Питательно Но это Еда Нифига Себе Ты Этот Господи Привередливый Так Бруно У нас Уже День Почти Закончился Иди Отдыхай На стуле У нас Еще Одна Кровать Так 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 Марка А ты Иди Взламывай Дверь Возможно Мы там Еще Что-то Найдем Хорошее Ого Паркур Начался Паркур Нам Надо Найти Овощи Бинты И все Еще Непонятно Помогли Ему Эти Антибиотики Или Нет Если Окажется Что Надо Было Ранениями Лечить Я Начина Расстроюсь Не то Чтобы Очень Но А Да 22 Крадуса Я почему-то Даже Не смотрела На Температуру Действительно Как бы Печку Можно Не Ставить Пока Тут Кондиционер Уже Скоро Пригодился Так А на Кровать У нас Тоже Не Хватает Да Материалов Ну Хотя У нас Все равно Один Дежурит Один Спит Нам Две Кровати Не Нужно Ладно Иди Кури Бамбук На Стуле Времени Мало Осталось Не успеет Разобрать А вдвоем Интересно Можно Разбирать Скорее всего Нет Я вижу Что Время Заканчивается Ай Оружие Еще Не Посмотрели Нет У нас Все равно Не хватало На Нож Интересно Как Скоро Мы Столкнемся С Какими-то Людьми Так Два Новых Места Разбомблюсь Школа Эта школа Несколько раз Была Под Артобстрелом Потолки Многих Погребов Обвалились Поэтому Лучше Взять С собой Лопату И Возможно Другие Инструменты Ходят Слухи Что В здании Обосновались Какие-то Бомжи Ну Понятно Это Такой Намек Что Без Лопаты Туда Смысла Нет Идти Ты Все Время Потратишь Но Не Найдешь Ничего Так Супермаркет Этот Супермаркет Находится В районе Который Контролируется Военными Но Люди До сих Пор Ходят Туда За Провизией Здесь Можно Встретить Других Добытчиков Но Как правило Лучше Им Не мешать Некоторые Двери До сих Пор Могут Быть Заперты Поэтому Может Пригодиться Лобик Ага То есть Это Тоже В общем Все Кроме Заброшенного Дома Довольно Опасно Я предлагаю Еще раз Пока сходить Заброшенный Дом Взять Все Что там Осталось А потом Возможно Мы Разживемся Уже Каким Каким-то Оружием Лопатами И тогда Можно Будет В другие Места Так Павла Давай Спи В кровати Бруно Даже Не знаю Ну Охраняй Пока Или Пусть Он Спит В кровати Ты Охраняй А Ты Пойдешь Добывать Вот так Возьми Ломик Так У Ломика Я смотрю Тоже Есть Все Так Запас Прочности Но Это Логично Пойдем Если Что Будем Отмахиваться От Крыс Ломиком Они Слава Богу Не Фэнтезийные Маленькие Я Здесь Не Один Так Игорь Ты Берешь Верхний Этаж И Крышу Вот Черт Не 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 Блин Потратили Весь День Но Их Там Было Трое И Знаете Они Вообще Не Были Похожи На Как Бы Мирных Жителей Беженцев Или Кого То Такого Просто Это Тот Случай Когда Надо Сказать Ну Нафиг И Уйти Да Ладно Ты Не Виноват Чувак На Нас Ну Отлично На Нас Напали Кто-то Явился Ночью Чтобы Ограбить Нас Марк Это Плохо Так Так Секунду 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 Соображаю Давайте Немного Сейчас Поработаем Потом Все Будут Есть Да Ты Тоже Поешь С Довольствием Так Ну Не Надо Так Вяло Прямо Идти Можно Побегать Дома Но Вот Эти Вот Этот Игорь Игорь И двое Дружков Просто Настолько Были Там Не Вовремя Не Очень Питательная Но Это Еда Ну Ничего Себе Ты Приверия Дойди Нет Не Надо Сидеть На Стуле Иди Разбирай Завалы Нам Нужно Уже Третий День Нам Нужно Побыстрее Разобраться С тем Что У нас Есть В доме Возможно Мы И Материалы Но Это Тоже Полезно Сделать Не Ну Даже Даже С оружием На Троих Лезть Это Кто-то За Дверью Так Ну Ко Встреть Так Это Какой-то Это Какой-то Мужик В Пуховике Ничего Ся Ты Вылетел На Него Так Это Торговец Отлично Так Давайте Что у тебя Есть Что у тебя Есть Здесь Оружие Оружие Только Патроны А стрелять Я из пальца Буду У него Есть Бинты У него Есть Таблетки Покажите Мне Что вы Хотите Получить Для Самокруток Кофе Ему Можно Будет Сбагрить Я Много Попрошу В обмен Франк Да Я Уж Не Сомневаюсь Так Это Что Консерва Давай Меняться За Кофе Как Это Почему Это Распространенная Вещь Тут же Написано Крайне Ценным Товаром Вы Наверное Шутите Да Какие Тут Шутки Почему Мы Еще Можем Предложить У нас Как-то Мало Вещей Книги Бы Не Отдавать Конечно Тебя Доски Интересуют Нет Доски Мне Самой Нужны Еду Я ему Не могу Отдавать Давай Один Бинт Да Сколько Тебе Нужно За Один Бинт Чувак Ты Издеваешься Давайте Одну Книгу Ему Отдадим Вот Ты Жлобяра Вот Ты Жлобяра У Меня Нет Слов Я Думала Что Надо Была Самокрутки Так Ну Нам Надо Как-то Нам Нужен Этот Бинт Нам Очень Нужен Этот Бинт Это Что Такое Забыла Электрические Детали Вот Ты У Меня Просто Нет Слов Чувак У Меня Просто Нет Слов Таким Таким Жадным Это Таким Жадным Это Фу Таким Быть Фу Последние Штаны Снимает В Переносном Смысле Слава Богу Все Кыш Кыш Отсюда Хотя Может Он Нам Как Постоянным Клиентом Потом Будет Давать Какие Нибудь Скидки Возможно Я Надеюсь Так А что На шкафу Книги О Как раз Новую Книжку Возьмем И Бинт Но У нас Два Два Раненых Еще Неизвестно Сколько Надо Будет Сколько Надо Будет Обматываться Бинтами Чтобы Рана Исчезла Иди Поешь Так Все Еще Голоден Легко Ранен Сламывай Дверь Потом У тебя Перевяжем Кормить Не будем Потому Что Все Еще Голоден Это Не Голоден Потерпишь Не Хрустальный Так Скажите Что У нас Шкафу Есть Что Хорошее Я Помню Про Кровотечение Бриллиант Ювелирное Украшение Ценный Предмет Для Обмена Бриллиант А ну-ка Может быть Что-нибудь На бриллиант Сейчас Поменяем Хотя Он Такой Ушлый Мне кажется Что Еще Будут Люди Которые За Более Адекватные Ну С Более Адекватным Обменом Так Сколько Например Можно Еды За бриллиант Купить Интересно Его Это Интересует Хорошо А он Наверное Вы не Выживете Если у вас Кончится Провизия Он Наверное До конца Дня Будет Стоять Так Давайте Пока Перевяжемся Я просто Мне кажется Что Может быть Другие Люди Будут Приходить Потому что Он Какой-то Ночень Ушлый У него Лицо Какое-то Неприятное Я понимаю Что Как бы Это Физиогномика И Вот Это Типа Диагноз По Лицу Это Такое Но Он Какой-то Неприятный И Жадный И Вообще Но Все равно Спасибо Что он Пришел Так Так У нас Теперь Не хватает Ни того Ни другого На кровать Что-нибудь Еще можно Обыскать Того Шкаф Обыщен А Вот Еще Можно Сломать Ты Загляни В шкаф Тут Как будто Что-то Осталось А Бруно Иди Перевяжись Так Трава Инструмент Хорошо Так Кому там Нужно Отоспаться После ночи Еще Книга Еще Вода Так Бери Все И Правда Что Иду И спать Иду И спать Давайте Еще раз С ним Поговорим Может быть Мне кажется Что Одной Книги Одной Книги Им Хватит Пока Так Ты Идешь Идешь Может быть У нас Только Просто Только Одна Еда Это Неприятно А ну Ка За Пару Книг Сколько Ты Еды Дашь Ага Понятно Ладно Ребят Вы В пустую Тратите Мое Время Ну Извини Ребят Вы На Диете Посидите Немножко Не Хочу Я С Нем Меняться Может Я В Там Конечно Пожалею Скоро Все Еще Голоден Голоден Все Еще Ладно Я Поняла Намек Меняем Бриллиант Меняем Бриллиант Так Раз Два Три Четыре Что А Я Поняла Да Ладно Чувак Да Ладно Так Не Пойдет Давай Больше Так Так Нет Знаете Что Мы Потерпим Я Сейчас Поняла Что Мы Потерпим Бинтов Б Ты же Перемотался Я Это Не Помогу Точно Где он Легко Ранен Наложен Бинт Легко Ранен Наложен Бинт Че Вы Меня Путаете Так Здесь Мы Все Закончили Тут Ничего Нет Домики Ничего Нет Ну Да Этот Мы Вынесли Почистую Так Кто У нас Тут Не Спит Кто У нас Не Спит А ну Сделай Лопату Мне Если Есть Материалы Возможно Сможем Сходить Туда Где Нужно Много Копать А Нет Не Сделаем Понятно Ладно Тогда Заканчиваем День Ну Хотя Давайте День Уже Закончим В следующий Раз Сейчас На паузу Поставлю В общем Такая Достаточно Напряжененькая Игра Она За горло Берет Уже В первые Дни Ну Или Это Я Просто Так Играю Одно Не Исключает Другое Ну Пока Мне Она Нравится Пишите В комментариях Что вы думаете Интересно вам Или нет Потому что Ну Лично Меня Она Затягивает Но Мне кажется Что Первое Мое Прохождение Оно Будет Очень Быстрым Потому что Я уверена Что У меня Эту Игру До Победного Конца Не Получится Довести С первого Раза Ну Она Интересная Мне Нравится Так что Жду Ваших Откликов А пока Спасибо Что вы Были Со Мной И до Встречи Субтитры